Смотрите прямо сейчас в проекте Фронт Ньюс. Бои за Курск. Уничтожен штаб армии РФ в Курской области. Военные преступники прятались в пятиэтажке. Ликвидация представителей 155-й бригады морской пехоты российских войск. И это только начало. Войска КНДР спешат на помощь Путину. Вооруженные силы Украины готовят пламенный прием непрошенным гостям. Огненные, горячие и пылающие кадры с передовой смотрите. Прямо сейчас. Продолжается кровавая война. Война, которую Владимир Путин и его свора развязали на украинской земле. Продолжается героическое сопротивление украинских вооруженных сил и всего украинского народа в борьбе за свою свободу. Приветствую, это Фронт Ньюс. С вами Владимир Тимошенко. В следующие 30 минут вас ждет правда о войне, которую наши журналисты добывают из самых горячих боевых точек. Ну что, готовы? Тогда мы начинаем. И начинаем сразу же с Курской битвы 2024. Серьезные проблемы у путинских вояков. Точечным ударом уничтожен целый штаб армии РФ в Курской области, который обустроили в пятиэтажке. Также вооруженные силы Украины отомстили одному из элитных подразделений армии врага, которая причастна к зверскому убийству украинских военнопленных. Нашими бойцами были уничтожены представители 155-й бригады морской пехоты российских войск. И что же теперь? Солдаты КНДР спешат на помощь путинским солдатикам. По словам Кирилла Буданова, армия Ким Чен Ына начинает воевать на Курщине. Все детали прямо сейчас в нашем сюжете. Солдаты из КНДР уже воюют на фронте в Курской области. Об этом в интервью изданий The Warzone заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов. Мы ждем первые подразделения завтра на Курском направлении. На данный момент неясно, сколько их или чем они будут оснащены. Мы увидим это через пару дней. Неудивительно, ведь до этого в сети уже появлялось видео северокорейских солдат на российских полигонах. Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами, между Российской Федерацией и Корейской Народной Российской Республикой. За благополучие и процветание наших народов. За здоровье товарища председателя и всех присутствующих. По словам экспертов, сильного прорыва от нового врага ждать не стоит. Российская Федерация даже численностью личного состава спецподразделений в количестве до 50 тысяч не способна решить вопрос выдавливания подразделений вооруженных сил Украины с территории Курской области. Причем отмечу, что в Курской области сосредоточены наиболее боеспособные подразделения российской армии. Поэтому говорить о том, что 2,5 тысячи спецназовцев с КНДР каким-то кардинальным образом изменят ситуацию на поле боя, ну я бы не стал преувеличивать возможности. Тем более, что украинские войска на Курщине продолжают наступать и прорывать границу с Россией в других местах. По последним данным, снова в районе Чоткина. И то, что сейчас происходит в Курской области, по сообщениям самой российской стороны, это успешный характер атак вооруженных сил Украины. Да, есть информация о возможных прорывах российско-украинской границы. Причем не только на территории Курской области, но и, соответственно, в соседних Белгородской и Брянских областей. То есть речь идет о том, что украинская сторона, по всей видимости, будет расширять зону присутствия силы обороны Украины непосредственно на территории потенциального врага. Информация о фактическом вступлении в войну третьей страны сильно обеспокоила мировое сообщество. Они получают отчеты и возможности открыто, прямо на фронте. Есть их рабочая сила. Так что такая обратная связь из настоящего поля боя дает возможность Северной Корее модернизировать свое оружие, боеприпасы, амуницию и даже обучать их людей. И меня это очень беспокоит. В свете последних новостей даже пошли слухи, что Южная Корея может отправить своих военных и боеприпасы в Украину, как и страны НАТО, о чем ранее уже говорил президент Франции Макрон. В настоящее время консенсуса по поводу отправки войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла победить в этой войне. Все возможно, если это полезно для достижения нашей цели. По поводу введения воинских контингентов Южной Кореи, соответственно, стран НАТО, нет. По всей видимости, это политические заявления, которые не перейдут в плоскость реальных действий. То есть законодательством Южной Кореи запрещена даже поставка вооружений в зоны боевых действий. Соответственно, встанет вопрос либо смены Конституции данной страны, либо же возможности поставки тех же артиллерийских снарядов через третьи страны, как это было до этого времени. Как бы там ни было, войскам оккупанта на Курщине не сладко. После жестокого убийства девятерых украинских военнопленных в Курской области подразделения ВСУ уничтожают виновных. 155-ю бригаду морской пехоты. Да настолько успешно, что Кремлю придется ее восстанавливать снова. Ну, начнем с того, что это уже третий, скажем так, состав личного состава данной бригады. Данная бригада понесла тяжелейшие потери в личном составе во время безуспешного боя в районе Угледара. На данный момент подразделения 155-й бригады переброшены как раз в район украинского наступления. Это «Зеленый шлях». И то, что происходит сейчас с 155-й бригадой, это, соответственно, колоссальные потери в личном составе. Причем речь идет о том, что это уже не те подготовленные специалисты с первого состава, то есть которые имели достаточный боевой опыт, боевое слаживание. Поэтому не случайно данную бригаду называют «Франкенштейн». Впрочем, бои продолжаются, и украинская армия, несмотря на усиленные попытки российских войск вытеснуть ВСУ, все так же удерживает ряд позиций и продвигается вперед. А теперь мы проанализируем оперативную обстановку на Купенском и Лиманском направлениях фронта. Кровавая вакханалия армии врага продолжается. На Купенском направлении оккупанты совершили 8 атак в районах Голубовки, Песчаново, Лозовой, Кругляковки и Вишневого. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Вражеская авиация при этом нанесла удары по Петропавловке, Андреевке и Купенску, использовав 16 неуправляемых авиационных ракет и 4 КАБа. А вот на Лиманском направлении за день враг совершил 21 атаку на позиции сил обороны Украины вблизи Дружелюбовки, Катериновки, Грековки, Твердохлебового, Тернов, Заречного, Торского и Серебрянки. Два боя продолжаются. А теперь об очередном акте геноцида против украинского народа, за который Путин и все его товарищи обязательно должны ответить на будущем в международном трибунале. Три человека погибли в Сумах из-за атаки российских беспилотников, которая длилась всю ночь и утро. Один из шахедов попал возле частного дома, под развалином которого оказалась вся семья. Соболезнования родным погибших уже выразил президент Украины, подчеркнув при этом, насколько важна военная поддержка мира для преодоления российской агрессии. О последствиях атаки расскажет и покажет журналистка ТСН Оксана Солодовник. Эта ночь в Сумах была настолько громкой, что поспать мало кому удалось. Враг атаковал город дронами. Всю ночь и утро длилась воздушная тревога. Под ударом в очередной раз оказались дома гражданских. Один из дронов попал просто по частному дому. Мужчина успел выбежать как раз перед взрывом. Он в больнице. Его 14-летняя дочь и 50-летняя жена погибли. Их тела уже утром доставили спасатели после того, как потушили пожар. Не смогли спасти также 62-летнюю сестру раненого, которая жила в пристройке в этом же дворе. В окружающих домах выбиты окна, разбиты заборы. Некоторые собираются покинуть свои дома. Мы спустились, конечно, в погреб. Но что, побыли там немного, вышли. Здесь уже пожар, горело все на свете. Потом еще один где-то летел, сбивали. И вот точно так же утром пока что едем, потому что окна выбиты. С малым же невозможно. Но на этом оккупанты не остановились. В полседьмого утра нанесли еще несколько ударов беспилотниками по объектам критической инфраструктуры и жилому сектору. Один из шахедов попал в частный дом. Его владелица едва успела выбежать. Еще один ударил по многоэтажному дому. Загорелась крыша. В разных районах города из-за этой атаки многочисленные пожары. В условиях постоянной воздушной тревоги город живет последние несколько дней. Постоянно раздаются выстрелы, взрывы. Работает ПВО. Массированная атака шахедов длится уже вторые сутки. Лишь сегодня в небе над Сумщиной сбили 25 вражеских беспилотников. И днем и ночью работают на запорожском направлении украинские артиллеристы. Если раньше целью пушкарей были танки и бронированная техника оккупантов, то теперь они помогают пехоте отражать волны вражеских штурмов. Окупанты сунут малыми группами без конца края. Потому артиллерия всегда на ногах. Прямо сейчас смотрите эксклюзивный репортаж с передовой от журналиста ТСН Руслана Ермалюка. Война 24 на 7. Несмотря на ночь, оккупанты пытаются прорваться через наши укрепленные позиции. И тогда на помощь пехоте включается артиллерия. Снаряд загоняют в ствол и ночную тьму разбивает вспышка. 152-миллиметровый осколочный летит в поля, по которым сунут вражеские штурмовики. В последнее время мы пехоту глушим. Они штурмуют постоянно и мы отбиваем штурмы. Этой советской пушке практически 50 лет. Она старше всех бойцов на этой позиции. Ее называют девочкой. Хорошая девочка, это уже вторая. Первая отстрелялась, выработка ствола, и мы попрощались с ней. И вот нам уже вторую дали. На запорожском направлении враг имеет преимущество в снарядах и людях. Пешие малые группы постоянно пытаются приближаться к нашим укреплениям. Работаем практически каждый день. То есть у нас очень редко такое, что нет работы. Частота бывает разная. 3-4 цели за день. Стреляют и днем, и ночью. Постоянно маскируют пушку. Пушка. В небе постоянно висят вражеские орланы, которые корректируют свою артиллерию. А потом посадки перекапывают тяжелыми калибрами в поисках нашей арты. Поэтому страх всегда присутствует даже у тех, кто воюет с 22-го года. Он всегда есть, всегда с нами. Если не будет страха, будет просто бегать и все. Они все пришли из мирной жизни. Кто-то был водителем, кто-то менеджером по продажам. Как вот Виталий. Мы уже настолько привыкли к нынешним условиям, что для меня это уже является нормой. То есть 3-4-5 дней не мыться, блохи, крысы и так далее. Это уже привычно. То есть для меня непривычно это уже вернуться в гражданскую жизнь и увидеть тот комфорт, который там есть. Если физическая усталость после сна проходит, психологическое засело глубоко в телах этих солдат. Спасает коллектив, он маленький и дружный. В нем нет тем табу. Поэтому ребята держатся друг за друга в этих бесконечных полях, перерытых бомбами и минами. А еще оккупанты на работинском направлении задействуют тяжелую артиллерию. В полях постоянно слышны взрывы. Враг пытается атаковать слангов. С Капанов на западе и с Новопокровки на востоке. В этой ситуации героически проявляют себя украинские минометчики. Они прячут и маскируют свое оружие, потому что вражеские дроны охотятся за нашими минометами. Таковы ежедневные реалии для украинских бойцов на работинском направлении Запорожской области. Ведь как для наших дронов, так и для вражеских миномет это приоритетная цель. Работу наших минометчиков вживую увидела съемочная группа корреспондента ТСН Руслана Ермалюка. А значит сейчас увидите и вы. Постоянные взрывы в полях. На запорожском направлении работает как и наша артиллерия, так и вражеская. Окупанты пытаются прощупать нашу оборону на стыках бригад. Бросают для этого и пехоту, и впеведроны, и обычную артиллерию. Поэтому все позиции приходится плотно маскировать. Наши минометчики для вражеских дронов. Это цель номер один. Неважно на каком расстоянии минометы от первой линии. Ищут, прилетают. У нас пару дней назад прилетело на другую позицию, пошкодило миномет. После удара дрона ребята остались живыми. Вражеские дроны их выискивают в полях и днем, и ночью. Максимально мы пытаемся нигде не светиться, максимально маскироваться. Сергей, 31. Работал в столице оператором бетононасоса. Уже практически три года в полях. Уже оно как-то то ли привыклось. Все как-то идет своим чередом. Уже механически понимаешь, где летит, что летит, как оно летит. Ты знаешь, где упасть, где присесть. Уже реагируешь на одном уровне на все это. Окупанты на работинском направлении задействуют тяжелую артиллерию. В полях постоянно взрывы. Враг пытается атаковать в слангов. Скопанов на западе. И снова покровки на востоке. Вина развивается. Сначала все было, так сказать, война как война. А сейчас технологии шуруют вперед достаточно быстро. Так сказать, наш ворох очень тоже в этом плане развивается. Юниус позывным «Бомба-42». Мужчина родом из Донбасса. Был ранен, контужен, воюет до сих пор. Потому что враг хоть и снизил активность, но не отказался от пеших штурмов. Это, наверное, зимой. В феврале где-то они еще пробовали на технике ездить. То работали и по технике. То есть на любое движение, там пошла колонна, там еще что-то, то работали и по технике. Сейчас они ходят пешком. Два-три человечка группа. И хоть и в пиви выжимают минометчиков на поле боя, поражая точно цели, работы у наших ребят много. На моей памяти. На моей памяти это с моим наводчиком Лозой было прямое попадание в БМП. И при смене наших противников было поражено 8 человек вот так вот в траншее. Прямое попадание. Ребята говорят, что ко всему привыкаешь, но к потере собратьев никак. С этими воспоминаниями они живут и воюют дальше. Мечтают о доме и о тихой жизни подальше от городов и суеты. Но никто не знает, когда это произойдет. Поэтому остается лишь мечтать в этих сырых и сбитых минами полях. К ситуации на Запорожском участке фронта мы сегодня еще обязательно вернемся. А прямо сейчас анализ оперативной обстановки на многострадальном Покровском направлении. Будем откровенны, это еще одна сакральная цель для Путина и его своры. Соответственно и тут ситуация наколена до предела. На Покровском направлении российские войска провели 30 попыток вытеснить украинских защитников с позиций в районах Миролюбовки, Новоторецкого, Луча, Лисовки, Красного Яра, Селидового, Сухого Яра, Николаевки, Крутого Яра и Михайловки. Силы обороны отбили 28 атак, еще два боя продолжаются. Ну и, к сожалению, на неделе не обошлось без традиционных жесточайших обстрелов украинского Харькова. В результате атаки по Основянскому району 12 раненых. Среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. А в Киевском районе города серьезное повреждение получил 34-летний оператор автозаправочной станции. Все детали очередного военного террора Харькова в материале наших коллег с телевизионной службы новостей. Когда люди уже собирались спать, россияне сбросили на их дома бомбы. У меня есть маленький ребенок. Я укладывала его спать. Ему год и 10 месяцев. Именно в тот момент я уложила ребенка спать и произошел взрыв. Ну, естественно, перепугались очень и я, и ребенок. Сначала прилетела в Основянский район Харькова. У 12 человек травма разной степени тяжести. Одна из пострадавших – беременная женщина на 30-й неделе. А самому маленькому пострадавшему лишь 5 лет. У многих жителей острая реакция на стресс. Страшно было, ужасно, потому что вдруг вздрогнул весь дом. И посыпались стекла. Я зашла в комнату, конечно. Я вторую пережила в свое время. Но получилось так же. Вот. Это страшно. Из-за авиаудара в этой части Харькова полночи не было электрики. Коммунальщики с самого утра забивают окна фанерой, а их выбито в 8 сотен. В общей сложности ударной волной здесь повреждено 5 многоквартирных домов. Их будто бы обнажили. Стоят с разбитыми фасадами, без окон и без деревьев во дворах. Коммунальщики срезают все поврежденные. Дом страдает уже второй раз. Страшно, дети начали бегать по дому, кричать и так далее. Также в этом районе повреждено 20 автомобилей, офисное здание, химчистку и автомойку. А в Киевском районе, куда также целится враг, ранен 34-летний оператор заправки. Россияне попали между автозаправочной станцией и СТО. В Киевском районе попадание в частную жилую застройку. Фактически был уничтожен жилой дом, повреждена коммерческая недвижимость. АЗС и еще несколько частных жилых домов рядом. Правоохранители идентифицировали обломки бомб – это ФАБ-250. С универсальными модулями планирования и коррекции, а также гибрид авиационно-планирующей бомбы. И ракеты «Гром-Е-1». Окупанты сбрасывали бомбы с нескольких самолетов, которые взлетели с Тамаровки Белгородской области. Далее мы переносимся и анализируем ситуацию на Кураховском направлении фронта. Русский мир и тут продолжает разрушать, убивать и калечить. На Кураховском направлении оккупанты атаковали 10 раз в направлениях Новодмитровки, Звездного, Кременной Балки, Новониколаевки, Максимилиановки, Антоновки, Катериновки и Константиновки. 9 попыток продвинуться вперед были отбиты. А теперь очередная страшная, но в то же время отдающая надежду жизненная история этой кровавой войны, развязанная Кремлем более 10 лет назад. Он делал декорации, а стал боевым медиком в Днепре. Врачам удалось спасти 29-летнего Владимира из Львова. Мужчина на Донбассе потерял обе ноги. Раненый после взрыва мины, он чудом уцелел при атаке вражеских дронов. Сейчас Владимир готовится производить технику из бумаги. Для чего? Владимир рассказал корреспондентке ТСН Ольге Павловской. Смотрим. Многочисленные операции, более трех литров перелитой крови. Владимир уже на пути к выздоровлению. Все будет хорошо. С таким настроем мы победим обязательно. Обязательно, понятное дело. Дизайнер по профессии. Он создавал фигуры, маски и декорации из бумаги. Но прошлым летом осознал – должен пойти в армию, как и все мужчины в его семье. После учений в Британии стал боевым медиком. С тех пор был в самых горячих точках. Я жив. Уверен, что встану на ноги, руки целые, смогу вернуться к любимому делу или даже к службе. Может быть, стану инструктором или смогу помочь вторично обезвреживать врагов. Потерял ноги на Покровском направлении, когда наступил на мину. Собрат помог остановить кровотечение и оттащил к посадке. Но тут атаку начали вражеские дроны. Сначала был один дрон-разведчик. Он минут 20 висел и снимал нас очень четко. Впритык опускался ниже деревьев. Пролетал с большой такой гранатой. Ребята меня накрывали листьями. Взрыв был в трех метрах, вспоминает Владимир. С ранеными ногами все равно боролся за жизнь. Менял место дислокации и маскировался. Так пережил три атаки беспилотников, пока собратья не вывезли его на броне. Накрыл курточкой, просто себя засыпал землей, ветвями. Всем, чем только возможно. Мне повезло, он меня не увидел. Я со всех сил пробирался через все эти чащи, кусты, заполз, затянул себя, забросили. Ребята, которые приехали, они просто титаны. Его прооперировали на передовой и доставили в Днепр. Здесь реанимация и новые операции. Подготовились к протезированию, сделали все возможное, чтобы не было почечной недостаточности, чтобы герой обязательно как можно быстрее смог встать на все свои ноги, чтобы смог быть в обществе. Пока выздоравливает, уже готов вернуться к любимому делу – изделиями с бумаги. Теперь Владимир хочет делать из нее военную технику. Разрабатывать такие фейковые цели, чтобы отворачивать ракеты. Хочется мести, хочется победы и хочется увидеть родных. А дома его ждут родители, жена и кот. Когда самая большая мечта о победе сбудется, Владимир хочет реализовать еще одну – украсить авторскими декорациями всемирно известный дом-мод. А теперь настал череда обсудить ситуацию на Северском, Краматорском и Торецком направлениях фронта. Враг и тут продолжает свой фирменный, подлый и циничный военный террор. На Северском направлении, в районе населенного пункта Выемка, враг один раз пытался прорвать оборону. Однако ситуация под контролем украинских военных. Краматорское направление. С начала суток подразделения сил обороны отбили две атаки вблизи Часового Яра и Притечина. Торецкое направление. Здесь противник совершил четыре авиаудара, сбросив семь управляемых авиабомб на жилые районы Торецка и объекты гражданской инфраструктуры. Ну а теперь, как и обещали ранее, вернемся на Запорожский участок фронта. Успеть за 15 минут, оказать первую медицинскую помощь раненому, которого эвакуировали с поля боя. Боевые медики ежесуточно на дежурстве. Уже давно не считают число спасенных душ. Просто делают свою работу. Без слов и лишнего пафоса. Этого они точно не хотят. За последние недели на Запорожском направлении в районе Работиного враг несколько активизировался. Большинство ранений у наших бойцов от осколков мин и дронов. Репортаж корреспондента ТСН Руслана Ермалюка. Далее вашему вниманию. Мы заканчиваемся как физически, так и морально. Это Алексей с позывным БАРС. О себе и собратьях, которые уже практически три года в полях без ротации и полноценного отдыха. Самое страшное, как вы говорите, это действительно дроны, FPV и другие дроны. Их называют бомберы. Те, которые носят гранаты, переносят по две штуки за раз. Осколки и все это. Ну, бывали, как говорится, и летальные исходы. Ты постоянно оглядываешься и слушаешь сотни вражеских дронов висят над посадками, не давая нашим военным возможности двигаться или эвакуировать раненых собратьев. Мы выходили тогда, и я словил четыре сброса. Своими силами ребята дали первую медицинскую помощь. Наелся этого кетанола, обезболивающего, и начал свое движение. Начал двигаться к эвакуации. Несмотря на 14 осколков в теле, барс смог дотянуть до точки эвакуации. А так выглядит эвакуация с этих самых полей. Собрать оттянут окровавленного трехсотого, постоянно выискивая какие-то кусты, чтобы не попасть под дроны. Сейчас в основном дрон. Да, большинство сейчас раненые осколочные вишки. Бывает, что не один осколок попадает, а множество осколков. Большинство раненых – это осколочные мины и дроны, значительно меньше пулевые. Марина – боевой санитар, и сегодня она в паре с Василием работает в полях на точке эвакуации. Проверяет рюкзак, медика и все препараты. От того, насколько быстро предоставишь первую помощь, зависит жизнь бойца. На головнейшее – проверить турникет. Правильно наложено, чтобы проследить, чтобы он не снимал его по дороге. Она раньше работала кассиром в супермаркете и никогда не была связана с медициной. Пошла в армию, потом в учебный центр, выучилась на санитара и совершенствуется далее. Если даже там большая кровопотеря, то чтобы он продержался. Спрашиваю, как зовут, есть ли жена, что все уже позади, сейчас довезем, спасем. Он за санитара и за водителя, а Василий помогает медику-санитару, а затем управляет машиной, вывозят часто под обстрелами авто с ранеными. Когда привозят трехсотого, им занимается санитар, ему нужно также помочь. Потом по дороге, которая очень ужасная, довезти нужно и раненого, и санитара. Не потерять в той машине, довезти трехсотого, чтобы был жив. Самый тяжелый выезд был за раненым с ампутацией. Парню оторвало руку и ногу. Первые минуты лишают все. Права на ошибку нет ни у кого. Предоставить первую помощь, вывезти из шока и стабилизировать парня. Когда были первые разы, да, тогда еще было как-то не по себе. Сейчас это как уже ежедневная работа, можно сказать. Ты знаешь, что это твоя работа, которую ты должен выполнить четко. В ожидании они вслушиваются в рацию. Не случилось ли беды, но рация молчит до утра. Сегодняшняя смена экипажа прошла без раненых. Это самое лучшее утро в жизни санитара, ведь такое бывает очень редко, без раненых и убитых защитников. На сегодня все, но уже очень скоро в программе Фронт Ньюс новые уникальные материалы наших журналистов из самых горячих точек войны, добытая для того, чтобы вы знали правду. С вами был Владимир Тимошенко. Берегите себя и своих близких.